Сотрудники ОМВД России по Сергио-Пасадскому городскому округу и общественники провели акцию «Скажи наркотикам нет». В рамках проведения всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Сергио-Пасадском колледже сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД с членом общественного совета Лилии Рыбаковой провели мероприятие «Скажи наркотикам нет». Оперуполномоченный провел с ребятами беседу о здоровом образе жизни, влиянии на организм вредных привычек, в том числе и наркотических средств. Школьникам напомнили об административном и уголовном наказании за право нарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Врач-нарколог и представитель общественности Лилия Рыбакова рассказала, какими качествами характера должен обладать человек, чтобы не поддаться влиянию факторов, которые толкают подростков на употребление запрещенных веществ. В завершении акции правоохранители дали ребятам наставление, как уберечь себя от вредных привычек, посоветовали больше заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Член общественного совета при ОМВД России по Сергио-Пасадскому городскому округу приняла участие в строевом смотре личного состава. Член общественного совета при ОМВД Галия Максимова приняла участие в открытом общегородском смотре и разводе нарядов комплексных сил полиции на Красногорской площади. В построении участвовали сотрудники Дорожно-патрульной службы ОГИБДД, отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска. Построение началось доклада командиров строевых подразделений о прибытии и готовности личного состава для смотра и развода нарядов. В ходе строевого смотра руководством была проверена форма одежды полицейских, правильное размещение нашивок, нагрудных знаков сотрудников, соответствие служебных удостоверений, специальных жетонов с личными номерами, знаний полицейских основных нормативных документов, регламентирующих служебную деятельность. Сотрудники оперативных служб довели до личного состава информацию о происшествиях за сутки, ориентировки на лиц, находящихся в розыске, за совершение преступлений, информацию о бугнанном автотранспорте и похищенном имуществе. В завершении мероприятия сотрудникам был отдан приказ о заступлении на службу. Субтитры создавал DimaTorzok